Сказка-ложь, да в ней намек. Новосибирский писатель прочитал свое произведение об истинных добрых молодцах в областной больнице. «Братья по стилю» – история о приключениях зверят-хаквандистов, которые отправились в летний лагерь. Полный тайн, загадок и легенд. Тему продолжит Екатерина Новгородцева. «Братья по стилю» – первый писательский опыт Алексея Царегородцева. Автор признается, сам пристрастился к чтению лишь в подростковом возрасте. Сейчас Алексей выпустил две книги, готовит к выходу третью, и это только начало. Все произведения – кусочки книжного сериала. Каждая новая часть – ответы на вопросы предыдущей. Писать начал два года назад благодаря сыну-таквандисту, он же первый читатель произведения. Читает, он участвует в процессе обсуждения, ему нравится, какие-то придумывает персонажи, пытается мне подсказать что-то в плане спорта. В каждой книге сюжет так или иначе связан со спортом. Это, по мнению автора, должно привлечь юное поколение к здоровому образу жизни. Для точности изображения персонажей и событий автор штудирует научную литературу и разбирается в сути спортивных элементов. Всего писатель планирует издать 20 книг для детей от 6 лет. Чтобы читателям было интереснее, весь текст сопровождают яркие иллюстрации. Тимофей, а тебе понравилась книга? Да. А что больше понравилось? Как кота. Как кота. Как кота в плен схватили? Большие ворота встретили их в лагере. Разница с мультфильмом в том, что в книге очень сложно прописать все эмоции, речь героя, какие-то его особенности, которые будут на экране выглядеть смешно или грустно. Но я стараюсь над этим работать. Свои книги Алексей читает в школах и детских секциях. В этот раз представил произведение маленьким пациентам областной больницы. И хотя в магазинах книг пока нет, среди интернет-пользователей братья по стилю стремительно набирают популярность. Книги заказывают из других городов, в основном для детских спортивных школ. Некоторые экземпляры уехали в США и Францию. Книги даже выставили в музее Тэквондо в Корее. Екатерина Новгородцева, Борис Гладких, Новости ОТС.